Сейчас мы подходим к Национальному банку, видим большое количество политических флагов, 5-10 политической партии за жизнью. Само существование гривны, которое делает вас нищими после того, как она падает, вот это делает нас бедными. И все это управляется в ручном режиме. Когда хотят, поднимают гривну, когда хотят, опускают гривну. И никто за это ответственности не несет. Вы скажите про главного виновника, кто это делает, товарищ Порошенко? Она без него даже шагу не делает. Я говорю, скажите про главного виновника, товарища Порошенко, без которого она даже шага не делает. Что ж вы молчите? Мне здесь подсказывают, чтобы я сказал про главного виновника Порошенко. Так вот я вам скажу, что он не главный виновник. Главные виновники мы. Мы остались без веры. Мы не понимаем, что делать. Мы никому не верим. Мы выбираем тот хлам, который выбираем. Мы выбираем себе подобных лгунов. Сколько людей на этой площади голосовало за Лешка? Только здесь голосовало за Тимошенко. Сколько здесь людей голосовало за нынешнюю власть ББП? Сколько на этой площади стоит людей, которые будут голосовать за житя? Надо голосовать за себя и за понимание того, как вы понимаете экономику. За свое будущее, за своих детей. И за четкую экономическую программу, которая может сделать вас состоятельными людьми. Я не собираюсь раздавать подачки. Я не собираюсь обещать вам золотые горы. Более того, скажу, что старшее поколение, наверное, уже и не успеет заработать. Но надо дать дорогу молодому поколению, чтобы оно получило эту систему хозяйства. Чтобы оно могло в будущем вас прокормить. Поэтому виновны все в этой стране. Все друг к другу. И та бабушка, которая пришла сюда заседать родителей, тоже виновна. Мы все виновны. Людям, которые способны работать, они кричат «Ура!». Я слово это произносить не собираю. Потому что мы жили дружно, не воевали, любили друг друга, танцевали, пели песни. Этого сейчас нет. На каждом шагу только то переименование улиц. То им Жуков не нравится, который Гитлеру ломал хребет. То им то не нравится, то им то не нравится. Пусть они делом докажут, что они что-то могут. А пусть историк по имени Порубий теперь расскажет, почему 25-го числа, когда был день на завершенности Украины, ни один депутат из новой формации не явился в Верховную Раду на торжественное собрание. Продолжение следует...